Надёжный щит во всякой опасности. У православных христиан есть молитвенное правило для призывания особой Божией помощи. Об этом правиле писали и святые отцы, и новомученики, и исповедники XX века. Давайте посмотрим, в чём оно заключается. Как-то раз в беседе с оптинским старцем, отцом Иоанном Саловым, известный писатель Сергей Александрович Нилус со своей супругой Еленой Александровной получили такой наказ. «Если враг пускает на вас свои стрелы, не бойтесь. Ни одна из них не коснётся вас. Только примите мой совет за правило. Проявите послушание. Читайте каждый день, утром и вечером, перед вашей обычной молитвой, двадцать шестой и девяностой псалмы, а перед ними великое архангельское обрадование, то есть Богородица Дева, радуйся. «Если станете так делать, ни огонь вас не сожжёт, ни вода не потопит. Даже больше вам скажу, бомбой не разорвёт». По прошествии нескольких лет это предсказание батюшки Иоанна исполнилось в точности. В России на тот момент бушевала гражданская война, и тут пришлось Сергею Нилусу с женой ехать под самым обстрелом в Тарантасе. Бомба разорвалась буквально рядом с ними, но их абсолютно не зацепило. Святой праведный Феодор Ушаков, знаменитый адмирал Российского флота, прославленный Русской Православной Церковью в лике святых, участвовал в сорока больших морских сражениях и не потерпел при этом ни одного поражения, не потерял ни одного корабля и ни один его матрос не попал в плен врагу. В чём именно заключался секрет его побед и славы? Каждый из его кораблей был назван в честь какого-нибудь святого угодника Божия или в честь православного праздника. Моряки очень любили его за тёплую отеческую заботу и милосердие к людям. Перед каждым боем он опутствовал их. Братцы, читайте двадцать шестой, пятидесятый и девяностый псалмы, и вас не возьмёт ни пуля, ни сабля. Каждый из воинов святого адмирала читал перед боем эти псалмы, а также молитву «Да воскреснет Бог». Это и был каждый раз их надёжный щит в смертельных опасностях. Православная подвижница и исповедница двадцатого века схемонахиня Нила Евдокия Андреевна Колесникова 1902 по 1999 годы в двенадцатилетнем возрасте ушла в монастырь и восемнадцать лет была пострижена в монахине с именем Ефросиния. В тяжёлое советское время, после разорения монастыря, около четырнадцати лет провела в заключении. На её долю выпали все ужасы этапов и лагерей. После войны вышла на свободу. Сперва жила в Туле, потом в Подмосковье. В шестидесятые годы постриглась в схему с именем Нила. Бог даровал ей благодать исцелений, прозорливости и пророчества. Отовсюду, со всех краёв России, приходили к ней люди и получали духовную помощь, исцеление от недугов и всякое утешение. Господь наделил её даром видеть души людей, знать все их мысли и сердечные переживания. Она видела также и тех, кто физически был далеко от неё. Как-то наставляла она своё духовное чадо следующим образом. Если выходишь из дома, садишься за руль, выходишь из машины, каждый раз обязательно читай такую молитву. Господи, даруй мне печать дара Святаго Духа на все мои пути и дороги. Аминь. Эта молитва должна всю жизнь быть с Тобой. Матушка Нила призывала всех постоянно молиться. И на работе, и на отдыхе, и в транспорте. Работа в руках, а молитва в устах. Молитва прежде всего доченьке. О значении молитвы она объясняла так. Мир держится молитвой. Если хотя бы на один час молитва прекратится, то мир прекратит своё существование. И особенно важна ночная молитва. Она больше всех других угодна Богу. Самый великий и трудный подвиг — молиться за людей. Нужно, несмотря ни на что, терпеть, молиться, трудиться, сколько бы нас не ругали и не поносили. Бывает поношение слева от лукавого, а есть и справа от близких. И то, и другое трудно, но очень полезно и даже необходимо. Нам нужны не внешние труды, а нужно очищение нашего сердца. Не позволяйте себе никогда ни малейшего лукавства. Будьте всегда открытыми с людьми. Старец Схерхимандрит Виталий Сидоренко. 1928 по 1992 годы. Батюшка Виталий являлся учеником великих старцев Глинской пустыни. Он прошёл нелёгкий жизненный путь и как странник юродивый, и как монастырский послушник, и как монах-пустынник, став впоследствии мудрым пастырем многих овец Христовых. Как истинный христианин он исполнил Господнее Евангелие своей жизнью. Благодатный батюшка также наставлял своих чад утром, выходя из дома, прочитать двадцать шестой, пятидесятый и девяностый псалмы, а между ними в начале и в конце по одной молитве «Богородица, Дева, радуйся». После этого говорил он «Никакая беда к вам не прикоснётся». Читайте двадцать шестой, пятидесятый, девяностый псалмы «И Христос с Богородицей дарует вам свои милости», — наставлял старец. Продолжение следует... Продолжение следует...